Куда же я ее подевала? Куда я положила свой флакончик с туалетной водой? Ой, он мне так нужен сейчас! Я его купила специально вчера. Купила и куда-то положила. Но в этот ящик он точно поместиться не смог бы. Так, присяду и подумаю, куда я могла положить его. Единерожка! Да! Скажи мне, ты не видела мой флакончик с туалетной водой? Не знаю, не знаю. Как это не знаю, не знаю? Если видела, то говори. Не знаю, про какой флакончик ты говоришь. Про этот. Про этот. Что? Или про этот флакончик? Нет, ты серьезно? Посмотрите, какой туалетной водой пользуется куколка Рэй Эметист. И что это, ребята? Это же Пикми Папс. Новенький Пикми Папс, Чики Папс. У нас были Пикми Папс Дабл Дропс. Ну а теперь Чики Папс. И не обычные, а с блеском Шиммер Папс. Они все идут в упаковке, похожие на флакончик. Из-под туалетной воды или духов. И разных размеров. Такие игрушки идут для девочек от 5 лет. Посмотрите, здесь внутри только Чики Папс с блестками. Во второй упаковке Чики Папс. И два сюрприза. А также еще присутствует здесь глиттерное конфетти. Ну а вот в огромной упаковке, огромный Чики Папс. Итак, распакуем их. Оп! Ой, только два флакончика распаковались. А третий, большой. Наверное, он от того и не распаковывается, потому что он такой гигантский. Тогда распакуем его вручную. И пленочка снимается из-за весь боку. Ну этот самый классный, такой огромный, преогромный флакончик. Даже можно поставить на полочку, и он будет служить прекрасным аксессуаром вашей ванны. Или где-нибудь рядом с вашим туалетным столиком. И самое главное, мне нравится, что он такой розово-фиолетовый. Мой любимый цвет. Проверим самый маленький. Ой, так легко открывается. Кстати, эту упаковочку можно использовать и для каких-то своих других косметических средств. Тем более он такой девчачий, с огромным бантиком впереди. И весь блестящий, весь глиттерный. Открываем. И здесь чек-лист. Проверим, как же выглядят наши чеки-папсы. И сам чек-лист такой суперский. Весь как будто бы из разных флакончиков. А, наверное, в зависимости от формы флакончика, такие чеки-папсы здесь и появляются, как вы думаете. Вот, например, наш вот с такой вот крышечкой. Это значит, может быть, нам кто-то попадется из этой серии. А может и нет. Давайте-ка проверим. Один большой сюрприз пакетик, который открывается сбоку. И внутри кто это такой хорошенький и такой ароматный. Ооо, ну и запах. Такой пушистик, с милой мордочкой, блестящим бантиком и маленькими розовыми ушками. Нет, ребята, посмотрите, он попадается в другом флакончике. Значит, это независимо от того, какой флакончик нарисован. И нашего чеки-папс зовут Трампет. Это олененок. Теперь надо проверить, испускает ли он из себя блеск. А, да. Я не знаю, насколько видно, но здесь у меня ручка стала блестящей. У меня рука покрылась маленькими блестками. Благодаря этому чеки-папс олененку. Вау, так классно. Его даже можно использовать, когда вы собираетесь к своей подружке в гости. Припудрили себя немножечко блеском и пошли. Проверим. Второй флакончик поменьше. И у него здесь уже крышечка в виде короны. А также настоящий глиттер на этой упаковочке. У-ху-ху. Флакончик для настоящей принцессы. И на нем тоже, если вы видите, есть блеск. Открываем крышечку и проверяем, какие два сюрприза здесь спрятаны. Спрятаны. Один пакетик и второй пакетик. И опять чек-лист. Тот же самый. Здесь даже указано, какие флакончики нам могут попасться. Итак, первый чек-лист пакетик. О, а этот чеки-папс еще больше. Посмотрите, какой был маленький олененок. И какой большой. Пятнистый, с огромным длинным розовым хвостом. Похож на монстр из корпорации монстров. С розовыми ушками, розовым бантиком блестящим. И милой зеленой мордочкой. Посмотрите-ка, это белочка. Сквикинг да сквиррл. А, и поэтому у нее хвостик такой, как у настоящей белки. Ну что, проверим, как она украсит нас блеском. Что-то я не вижу блеска. Хм. А давайте откроем другой сюрприз пакетик. Открывается он снизу. И что здесь прятано? О, оказывается, вот эти вот розовые пятнышки, это сердечки. Можно эти наклеечки наклеить себе куда-нибудь на дневничок или тетрадочку. Хи, обожаю такие классные наклейки. Наклейка с флакончиком. И с желтыми цветочками. А что здесь прячется? Кажется, это татуировочки. И, вау, татуировочки с короной, с чики-пафс, с розочками, бантиками. Или такие леопардовые татуировочки. Можно наклеить их, кстати, вот сюда, вот на ручку. Единственное, что вот этот чики-пафс, он нисколько меня не нарядил блеском. Очень жаль. Давайте тогда, ребята, проверим вот этот огромный-огромный флакончик. Здесь тоже впереди конфетти глиттерная. Супер, супер упаковочка. Ни за что не выкину и буду использовать. Только как это все открывается. А, сзади открывается. Здесь еще сюрпризики. Опять списочек коллекционера. И что-то интересненькое. О, ничего себе, наклейки для ногтей. Класс. Давайте-ка наклеим. Раз. Вау. Какая красота. Можно куда-то заклеить просто. Бантичек, например, вот сюда. Еще одного маленького чики-пафс, который похож на малинку. Вот сюда. И на другую ручку. Ой, здесь надо чуть-чуть отрезать. Еще одна малинка. Флакончик. Оп. И оставшиеся наклеечки. Посмотрите, какие у меня ногти получились. Хи-хи. Ногти от Пикми Попс. С маленькими чики-пафс. И самое главное. Сам. Огромный-огромный. Чики-пафс. Гигантский. Какой. А пахнет такой сладкой ягодой. Сразу вспоминается детство. Зелени-ка, солнышко. Хорошее настроение. Такое смешное. С милыми ушками. С милыми хвостиками. Милый-милый фиолетовый бантик. А мордочка какая. Он к нам пришел из огромной упаковки. И значит это фазин-дебанин. А теперь нужно проверить, оставляет ли он блеск. Если сильно постучать, то оставляет. Я не знаю, насколько вы видите, но стучать нужно сильно. Поэтому я думаю, что это отличная игрушка. Здесь даже у него блеск вышел немножечко. Отличная игрушка для пижамной вечеринки. Чтобы можно было кидаться, бросаться. А на вас останется только блеск. Интересно, видите вы или нет. Но у меня здесь сейчас столько блеска. Вот ребята, какие чики-папс нам сегодня с вами попались. Но единственное мы, ребята, с вами не узнали. Какой все-таки флакончик у Аметиста Рей. Что-то новенькое и очень-очень ванно-долгожданное. Любимые игрушечки из магазина Таргет. И... Как вы думаете, что это? Это Литл Пэтшоп. Питомцы-счастливчики. И они даже, посмотрите, идут в специальных течениях, предсказаниях. Хасбро. Давайте распакуем. И посмотрим, какие питомцы-счастливчики прячутся в этих печенюшках. Ооо, здесь даже написано Литл Пэтшоп. Как настоящее печенье. Как его открывать? Просто ломать? Ай! Ооо, здесь списочек с номером 3. Что это означает? Ооо, это загадка ЛПС. Питомец 3 и календарь. Всего бывает более 150 разных счастливчиков от Литл Пэтшоп. И здесь бывают не редкие, а ультрасчастливые питомцы. Супер счастливые. Просто счастливые. И здесь показано, как разгадывать эти загадки. Ой, посмотрите на этого питомца. В зависимости от цвета, цифры и указанием какого дня мы сможем разгадать эту загадку. Мы сможем узнать, что нас ожидает. Итак, цифра 3 это приключения. А вот какой день и какой цвет мы еще пока не знаем. Для этого распакуем сюрприз из печенюшки. Ой, желтый цвет. Лапка с желтым цветом. Это означает, что нам придется разделить приключения. Вот только когда и с кем интересно. Ооо, что это? Маленький олененок. И вот у него тоже здесь желтенький цвет присутствует. Такой миленький, хорошенький. А вот день недели нигде не указан. Мы просто знаем, что нас ожидает какое-то приключение. И нам придется его с кем-то разделить. В общем, остается только гадать. А может быть придумать самому. Но и писать нашему питомцу. И дать ему знать, когда его ждет это приключение. И этого сипотяжку зовут Марлоу. Идем дальше. Посмотрим, что еще у нас здесь. Лампа Аладдина. Здесь тоже счастливчики. Питомцы ЛПС. И это первая волна таких сюрпризов. Открывается, кажется, вот отсюда. Ой! Просто вылетает, как джинн. Такие симпатичные упаковочки. Проверим, кто здесь. Нам должен попасться. Тоже более 150 разных ЛПС счастливчиков. Ооо, а эти питомцы идут с монетой. Нужно перевернуть монету и узнать, какая удача нас ожидает. И здесь также ультра счастливчики, супер счастливчики и просто счастливчики. А мне не терпится посмотреть. О, открывается просто вот так. Ну, между прочим, удобно. Кто это? С таким носиком и хвостиком. И монетой. Вот она, счастливая монета. ЛПС. И что это означает? Что это нас ожидает? Этот знак означает, что скоро исполнятся наши мечты. А питомца счастливчика зовут Мерлин. И мне кажется, что это утконос. А вы как считаете? Ооо, посмотрите, у него два лепесточка сзади. А это означает, что сам питомец принесет нам счастье. Классно, ты будешь моим маленьким талисманчиком. Хм, что еще счастливого нас ожидает? Еще одна печенюшка с предсказанием. Смотрите, ее легко распаковать. Можно положить на стол, и никто не догадается, что это искусственная печенюшка. Открываем. Ооо, цифра шесть. А шесть означает магия. Теперь нам только нужно узнать цвет. Какой же цвет? Желтый опять. Опять нам придется разделить. Разделить магию. А вот когда, к сожалению, здесь не указано. Проверяем питомца. Это Нарвел. Кит с рогом. И у него здесь тоже присутствует желтый цвет. Желтый бантичит. Его зовут Урса. Я думаю, своему питомцу мы должны сами помечать ему день, когда все это произойдет. Следующий сюрпризик. Опять лампа Алладина. Может быть, в какой-то лампе и живет настоящий джинн. Вот бы здесь попался хоть один джинн нам с вами. Он вылетает, как настоящий джинн. Значит, это так и задумано. Кто же здесь прячется? С перышком. А значит, нам питомец принесет творческое настроение. И кто же, кто же это сделает? Там зеленый питомец с голубеньким носиком и острыми ушками. Его зовут Покус. И он с собой еще принес монету. На этой монете также перо. И лапка. Лапка означает успех, а перо означает творческое настроение. Давайте проверим. И... Оп, перо. Творческое настроение. Так и здесь то же самое должно было быть. Капелька это исполнение мечты, а лепесточки счастья. Проверим. Оп. Ой. Что там? Мечты. Вот они. Исполнение наших мечт. Так здорово. Ха-ха. Еще одна лампочка. И... Вылетает джинн. Их. А этот не вылетел. Посмотрим, кто это не хотел. Вылетать. Ааа, маленький котеночек. С голубенькими глазками. У него в челке желтые пряди. И носик желтенький. А сзади лепесточки. Этот питомец приносит счастье. И монетка. Проверим, что у нас будет. Счастье или мечты. Хм. Кинем. Оп. Опять мечты. Кстати, питомца зовут Дерет. И... Ооо. А это что такое? Опять печеньки предсказания. Но они уже немножечко по-другому выглядят. Смотрите. Счастливые предсказания. BFF Series. Серия лучших друзей. Одна печенюшка для вас, а другая печенюшка для вашей лучшей подруги. Режем вместе. Вот по этой линии. То есть это можно даже взять с собой на пижамную вечеринку, когда вы соберетесь у своей подружки. Одна подружка должна быть открыть одну половину. Кстати, таких существует 50 пар. Достаем печенюшку с предсказанием. И... Что это здесь такое? Из бумажки чек-листа мы собрали гадалку. Что у нас здесь должно произойти, что должно исполниться. А вот печенюшки, которые еще к тому же может быть брелочком, мы найдем оживили или браслетик. Послание. Наша дружба это прекрасная сказка. И счастливые номера. 81, 71, 35, 2, 98 и 80. А здесь сказочный замок и печенюшка предсказания. О, так здорово. Можете носить вместе со своей подружечкой. Это будет ваша удача. Кстати, можете натянуть эту ниточку по размеру. Так, как вам удобно. Мы проверим вторую печенюшку. Соберем вновь. Ой, а здесь две инструкции сразу. Так, вот смотрите. Один. Сначала складываем вот здесь. Номер два. Три, четыре. Пять. Шесть. Семь. Сложили. Теперь складываем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Чемь. Восемь. Теперь ровно посередине. И отопыриваем края. И у меня получилась точно такая же гадалка. Гадалка. Может быть, у вас лучше получится собрать. Потому что мне кажется, что вот эти вот. Пойти посмотреть кино. Сфотографироваться. Шопиться, пока не упадешь. Разделять секреты. Отправиться в приключения. Или пойти на прогулку. Оно должно наверху появиться. У меня так не получается. Но зато у меня отлично получится посмотреть, какое предсказание прячется в этой печенюшке. Ты просто королева лучших подружек. И счастливые цифры. 82, 11, 50, 48, 61 и 7. И какой здесь браслетик. Здесь попадается корона. Ее также можно надеть на ручку. И затянуть так, чтобы было удобно. И все. Больше нету ЛТС в этом пакетике. Вот, ребята, какие новые счастливчики теперь появились у меня в коллекции. Они мне должны принести исполнение моих мечт, творческого настроения и даже успех.